Рождество Рождество стояло у окна и рисовало морозные цветы. Ждало, когда в доме вымоют полы, расстелят половики, зажгут лампады у икон и впустят его. Этот праздник и до сегодняшнего дня не утратил свою значимость и волшебство. Сегодняшнюю программу посвящаем Рождеству. В первом сюжете расскажем, как правильно нужно провести свят вечер. Далее приготовим традиционную кутю. И в завершении дадим пару советов, как разгрузить свой организм после праздников. Рождество Рождество, в отличие от Нового года, поистине семейный праздник. Поэтому проводить его нужно в кругу родных и близких. Но при этом не закрывая дверь для гостей. Что нужно знать о Рождестве, каких традиций придерживаться в этот вечер, далее в сюжете. Я думаю, что начать Рождество и подготовку к нему лучше с уборки квартиры. Приведите все в порядок. Можете внести в интерьер своего дома что-то новое. Постелить новую скатерть, повесить новые гордины. Или может быть какие-нибудь маленькие безделушки. Главное, чтобы это было что-то новое. Можете подумать о том, как бы рассказать своим детям несколько историй из Библии. Почитайте, подготовьтесь. Если вы хотите соблюсти все традиции, вам необходимо на вечер приготовить 12 постных блюд. Самое главное из которых, естественно, кутя. Ее готовят по-разному. Это может быть пшеница. В нашей местности ее готовят из риса. Но главное, чтобы оно было сделано с любовью. Обязательно пошлите своих детей к родственникам, к друзьям, к крестным. Они обязательно приготовили для них что-нибудь интересное. Это подарки, может быть сладости, может быть деньги. Под скатерть в этот вечер лучше положить солому. Это давняя традиция, символ того, что рождение Христа произошло в яслях для соломы. Помимо еды, на стол хорошо поставить рождественскую свечу. Это символ Рождества, семейного уюта и тепла. Вечер желательно закончить всей семьей в церкви. Сходить туда все вместе. Так будет лучше. Седьмое число. Утром мы начнем с церкви. А потом, конечно, лучше весь день провести дома. Потому что это большой семейный праздник. И к вам могут прийти даже самые дальние, самые неожиданные родственники. Запаситесь подарками и хорошим настроением. Говорят, что богатство и благополучие в новом году зависит от того, насколько сытной, вкусной будет кутя. Именно поэтому в нее добавляют так много орехов, меда и всяких сладостей. Если и вы хотите научиться готовить настоящую рождественскую кутю, смотрите наш следующий сюжет. Перед тем, как приступить к приготовлению нашего Холева, я хочу вам немножко рассказать об истории его происхождения. Во времена рождения Иисуса Христа, когда произошло это таинство, Мария с ее мужем Иосифом ушли на перепись к своему месту постоянного пребывания, в Ифреем. И места в гостинице им не нашлось. Им пришлось остановиться в пещере, где жили пастухи. И там произошло таинство рождения. Пастухи, увидев этот свет небесный, божественный, принесли роженице, немножко чтобы она сил восстановила свои, то, что у них было, от чистой души, от чистого сердца и с любовью. То есть принесли обыкновенные плоды пшеницы и плоды фруктов. И этим поддержали роженицу и поучаствовали в таинстве рождениях теста. Вот теперь, приготовляя наше Холева, каждый из вас тоже может поучаствовать в этом таинстве. Прежде чем начать приготовление нашего Холева, нужно обязательно помолиться. Ну а славяй, господи, наши продукты, чтобы получилась не каша, а Холева. Для приготовления Холева нам нужна пшеница. Продается она сейчас в магазинах, очищенная и пригодна это приготовление. Прежде чем начать готовить, процесс этот немножко длительный. Нужно заранее вечером пшеницу запарить, она залить кипятком, укрыть тепленьким полотенчиком, и до утра она будет париться, она потом станет вот такого вида. Затем пшеницу варим в небольшом количестве воды. Нужно залить водой немножко и не варить, а томить на небольшом огне до окончательного его приготовления. Она, когда уже полностью готова, такой у нее вид. Все ингредиенты, которые мы приготовили для приготовления Холева, нам нужно измельчить. Теперь все ингредиенты, которые мы подготовили, мы добавляем в наше Холева. Сейчас мы добавляем еще мак. Когда мы его запарили и процедили, тогда мы можем добавить немножко сахара, чтобы он лучше растирался. И лучше тогда будет распределяться, легче это будет все. И последний ингредиент, который мы добавляем, это мед. Однажды мне знакомая верующая женщина сказала, что Холева – это сладость рая. Оно должно быть обязательно вкусным, полноценным, объемным. И обязательно-обязательно оно должно быть сладким. Поэтому не жалеем мед, а добавляем так, чтобы было вкусно. Все тщательно перемешиваем для получения однородной массы. Украсить вы можете по своему желанию, как вам понравится. Можно украсить цукатами, можно украсить просто изюмом. А мы украсим сейчас немножко мандаринками и киевами. Пост еще продолжается. Мы просто готовимся к торжеству рождения Христа. И поэтому у нас у каждого еще осталось время для покаяния. Кто не покаялся, пусть покается. Кто не причастился, пусть причастится. Кто не помирился, пусть помирится. Кто не полюбил, пусть полюбит. Кто не простил, пусть простит. Таким образом, каждый из вас поучаствовал в таинстве встречи рождения младенца, который принес спасение миру и подарил всем любовь. И вы дарите всем любовь. Мы поздравляем вас с наступающим праздником Рождества Христова. Желаю вам, конечно, всем здоровья, счастья. Желаем, чтобы рождественская звезда освящала ваш жизненный путь. Да хранит вас Господь! Отчего же нужно отдохнуть в послепраздничные дни? Конечно же, от обилия еды. Вряд ли кто-то может отказаться от дегустации десятков вкусных блюд. В результате излишнее гурманство негативно сказывается на нашем здоровье. И причины этому всем хорошо известны. Начнем с того, что новогодние праздники не следует принимать как какой-то культ еды. Гораздо легче предупредить обострение каких-то хронических заболеваний, чем их потом лечить. После переедания, после застолья какого-то, может ввести к тому, что обостряются хронические заболевания желудочно-кишечного тракта. Такие, как хронический холецистит, панкреатит, какие-то гастриты. То есть, все это ведет к тому, что человек гораздо хуже себя начинает чувствовать. И ему придется лечить эти заболевания. Но это как бы сейчас не всегда бывает и доступно человеку, и тяжело даже физически. Что же делать, чтобы этого избежать? Ну, конечно же, это какая-то профилактика. То есть, не переедать во время застолья. И также, если уже так случилось, что нагрянули там гости, ну, как-то не удержали, сели какой-то лишний кусочек тортика и так далее. То после праздников, конечно, есть какие-то моменты и манипуляции в диете, которые можно все-таки поправить здоровье. Но не следует сразу уходить в монодиеты в виде сырых яблок, сидеть целую неделю и так далее, потому что это тоже не совсем будет правильным. Есть общие такие принципы в виде разгрузочных дней. Это облегченные такие дневные рационы, когда уменьшается общая калорийность пищи. Включаются в рацион продукты, богатые клетчаткой, то есть такие, как овсяная каша, даже на воде сваренная. Уменьшается количество соли в рационе. Вводятся кисломолочные продукты, но не в очень большом количестве, потому что свежий, например, кефир может вызвать тоже сильное такое послабление даже стола. Некоторые сырые овощи и фрукты могут обострять гастрит хронический. Поэтому таким людям желательно подбирать индивидуальное разгрузочное питание врачом-диетологом, либо терапевтом. Если есть у кого-то такие проблемы, то мы всегда готовы им помочь в этом. Придя к нам в центр, мы можем подобрать индивидуальный лечебный план, лечебную разгрузочную диету, учитывая проблемы и потребности пациента. Ну а медикаментозно можно как-то помочь в эти разгрузочные дни или же непосредственно в новогодние праздники? Смотрите, есть, конечно, ряд препаратов, это обычно ферментативные препараты, которые действительно облегчают пищеварение. То есть они разгружают поджелудочную железу, облегчают на нее нагрузку. Но есть обратная сторона медали. Ферменты работают на расщепление жиров. То есть если мы съели жирную пищу, мы выпили фермент, да, препарат, он облегчил нам ее переваривание, но тем самым он усвоил этот жир, и он откладывается нам под кожную жировую клетчатку. То есть мы облегчаем, грубо говоря, ферментами, способствуем набору веса. Не следует забывать, что во время разгрузочных дней необходимо пить как можно больше воды. Потому что вода, она вообще, как бы мы на 70% состоим организм наш из воды, и без нее мы не можем существовать. Для того, чтобы проходили более физиологически все процессы очищения в организме, мы должны выпивать не менее 1,5-2 литра воды в сутки на человек. Это должна быть желательно не газированная вода, обычно не какая-то там лечебно-столовая, просто обычная вода, питьевая, которая продается в магазинах. Получить консультацию врача-диетолога вы сможете посетив медицинский центр «Неоскин». Вам подберут индивидуальную диету и приведут в порядок организм. За здоровьем в «Неоскин». В начале 2015 года я хочу поблагодарить уходящий 2014-й за то, что все живы и здоровы. За улыбки детей и объятия родных. За друзей, которые остались преданы и которые появились. За радость встреч и науку расставаний. За то, что стали на год, нет, не старее, мудрее. С наступившим вас Новым Годом и Рождеством Христовым! А я с вами прощаюсь ровно на неделю. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова